Здравствуйте, друзья! Я ваш друг Сергей, и мы с вами встречаемся для того, чтобы говорить о деньгах. И сегодня мы с вами разберемся, какие же четыре источника или четыре финансовых потока существуют в мире. Без понимания этого, возможно, вы не будете эффективны в своем желании иметь деньги. Есть все экономические теории существующие, говорят о том, что существует четыре главных потока, в которых формируются вообще все денежные обмены. И первый поток, да более всем известный, это заработная плата. Заработная плата – это поток, в котором человек получает деньги в обмен на время, которое он проинвестировал в сферу чьей-то ответственности или в чей-то проект. И, в принципе, на людях, которые получают заработную плату, строится вся система ценностей человечества. Люди ходят на работу, вкладывают свою ответственность, инициативу и способности в проекты предложенные. И таким образом получают некие материальные блага, которые необходимы для жизни. Таким образом мы первоначально обмениваемся. Плюсы заработной платы состоят вот в чем. В том, что, с одной стороны, ты несешь окончательные ответственности за процесс в целом, тебе делегирован какой-то элемент ответственности. Второе – ты несешь рисков, как кажется, за то, чтобы заработать деньги. Ну, в чистом смысле, в конечном понимании этого слова. Минусы же вот какие. Тот человек, который предлагает тебе заработную плату, он, конечно же, дает тебе гораздо меньше, чем рассчитывает или чем фактически получает сам. Это первое. Второе – бывают такие моменты, когда заработную плату затягивают, иногда вообще не платят. И тогда потраченное время и ожидания не оканчиваются справедливым обменом. И это есть риск человека, который получает заработную плату. Следующий источник формирования потока – это предпринимательский риск. В самом названии «предпринимательский риск» есть очень точное описание, честное слово – риск. Если вы предприниматель, вы, конечно же, рискуете. И предприниматель – это человек, который постоянно находится в процессе. Это очень важно для себя понять. Есть люди, которые говорят «ну, я имею бизнес». Но вот какое правило. Если ты не можешь оставить процесс, и этот процесс будет существовать без тебя автономно, то, возможно, бизнес имеет тебя. Фактически это не бизнес, ты предприниматель. Предприниматель характеризуется вот каким типом мышления. Все предприниматели думают – хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам. Классические предприниматели напрямую завязаны с процессом. Если мы достаем их из системы, система фактически останавливается. Если вы находите такие признаки в своей жизни, вы предприниматель. Я пою гимны предпринимателям. Потому что предприниматели – люди, которые изменяют действительность, они рискуют. Например, изобретатель Эдисон. Он больше тысячи раз пытался зажечь лампочку. Он был бизнесменом. Он продавал патенты, он создавал изобретения. Он постоянно рисковал. И при этом он повторял, 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 повторял. Затрачивался, затрачивался, ничего не получая. Если бы не было Эдисона, конечно же, возможно, мы сегодня не имели бы света. Но у каждого вида деятельности есть свои плюсы, есть свои минусы. Какой плюс у предпринимателя? Предприниматель находится в сфере собственной ответственности. Он затрачивает свое собственное время на свои собственные процессы. Столько, сколько посчитает нужным. Это, в принципе, его плюс. Минусом предпринимательства является вот что. Вы находитесь в постоянной зависимости от процесса, который без вас не существует. Если вы, например, заболели, или устали, или демотивированы, то процесс ослабевает и, возможно, останавливается. Третий вид потока – это проценты от капитала. Проценты от капитала получают бизнесмены. Отличие бизнеса от предпринимательства состоит вот в чем. Бизнесмен использует рычаг. Что есть рычаг? Рычаг – это первое. Время других людей. Второе – это способности других людей. Третье – это энергия других людей. Четвертое – это опыт других людей. Пятое – это деньги других людей. То есть бизнесмены объединяют людей в группы, направляя их энергию на достижение цели. Это дает шанс иметь геометрические прогрессии, быстрые умножения, возможности развиваться и в определенный момент не принимать непосредственно участие в процессе непосредственно. При этом у бизнесменов также есть плюсы и минусы. Допустим, плюсом бизнесмена является, конечно же, свобода и возможность зарабатывать. Многие об этом мечтают, например, пассивно. Минусом является то, что системы сложны и нужно таким образом придумать и создать эти механизмы, чтобы делегированные участки ответственности, которые передаются другим людям, не входили в конфликт друг с другом. Чтобы люди, приходя на работу, продолжали испытывать мотивированность, сохраняли видение, приверженность процессу. И определенная сложность в создании бизнесмодели состоит в том, что нужно организовать большие группы людей, объединяя их для достижения большой цели. Но четвертый вид потока – это поток, который классически называется рента. Рента – это, как правило, арендная плата за землю. И основное средство производства – это земля. Кстати, нужно запомнить или, вернее, сейчас понять еще одну такую вещь. Деньги не являются основными средствами. Деньги не относятся к капиталу. Если вы прочтете труд Карла Маркса «Капитал», вы узнаете, что капитал – это земля, это недвижимость, цеха, в которой находится оборудование, само оборудование. И самый главный капитал, о котором сегодня говорят все экономические теории, западные экономические теории, наши, называется human resource, человеческий ресурс. Главный ресурс – это люди. Деньги – это не капитал, не основные средства, это средства обмена. Это что-то, что помогает обмениваться добавленной стоимостью капиталом, услугами, товаром. И извлечение денег из земли или из основного средства производства при передаче земли в аренду называется рента. К этой же позиции в последнее время пытаются отнести сдачу в аренду недвижимости. Но в отличие от земли, недвижимость требует обслуживания. Она требует специальных оперативных мер, различные сложности по содержанию недвижимости и требует отдельного менеджмента. Поэтому отнести недвижимость к объяснению, ну или к понятию рента не совсем точно и правильно. И таким образом мы с вами получаем еще раз четыре источника – заработная плата, предпринимательский риск, проценты от капитала и рента. По этому поводу известный мировой преподаватель Роберт Киосаки нарисовал однажды квадрант денежного потока, в котором он обозначил, что заработную плату получают служащие, предпринимательский риск связан напрямую с предпринимателями, проценты от капитала получают бизнесмены и ренту получают инвесторы. Но в принципе этот урок, он достаточен для того, чтобы вы поразмышляли о себе, о своей жизни и увидели вот что. Что полноценная свобода приходит к человеку, который может получить доходы из всех четырех источников. Например, я. Я сейчас работаю как преподаватель или как специалист. Я говорю с вами на камеру и строю с вами взаимоотношения, пишу книгу для того, чтобы потом преподавать специальную тему деньги, возможно, в высших учебных заведениях, либо в отдельных группах. Каждый раз, когда я преподаю, я работаю как специалист и получаю за это заработную плату. Несмотря на то, что фирма принадлежит мне, есть определенная зарплата, которая платится каждому преподавателю. Я как преподаватель получаю заработную плату, тогда я служащий. Как предприниматель я рискую. Например, мое написание книги связано с моим личным риском. Никто не напишет ее за меня. Несмотря на то, что Ицхак Пентусевич подталкивает меня, заставляет меня писать видео. И сейчас по этому поводу я стараюсь говорить с вами. Контролирует меня. Но мне надо брать ручку каждый раз, садиться, писать и излагать материал таким образом, чтобы он был интересен. Я рискую, надеюсь, эту книгу продать. Я не знаю, насколько хорошо будут идти дела. При хорошем продюсере они могут идти хорошо. При неудачном продюсере или неправильных каких-то маркетинговых решениях дела могут идти не очень хорошо. Но мое время будет потрачено, мои силы будут потрачены, моя энергия будет потрачена. Это мой риск. Как бизнесмен, например, я владею консалтинговой компанией. Вот сейчас, в это время, когда я говорю с вами, большая группа людей осуществляет различное количество продаж. Они продают разные формы обучения, они проводят определенные занятия. И сегодня я зарабатываю какие-то деньги, не прилагая к этому в данный момент непосредственного участия, что дает мне шанс иметь время для разговора с вами. И здесь я бизнесмен. Ну и конечно же, как инвестор, у меня есть определенные участки земли, есть недвижимость, которой я сегодня распоряжаюсь, получаю из нее дивиденды. И таким образом все четыре источника в моей жизни наполняют мою жизнь. Это стало возможным, потому что однажды возникло понимание об источниках. Теперь это понимание есть у вас. Каждый из вас имеет потенциал, силу, характер, способности, таланты, время для того, чтобы изменить свою жизнь, начать наполняться из всех четырех источников. Я буду на протяжении определенного времени помогать вам приобретать правильное мышление и буду стараться помогать вам понять, почему у одних людей есть деньги, у других нет. И как сделать так, чтобы все четыре источника наполняли вашу жизнь финансовыми потоками. Большое вам спасибо за то, что вы слушали меня. Я ваш друг Сергей.